Опять игра Пришло к зданию Ленэнерго Для того, чтобы Пройти в него И выяснить Все интересующие подробности работы Ленэнерго В частности, взаимоотношения граждан И такого крупного монополиста Энергоснабжающего Санкт-Петербург и Ленинградскую область Мы выяснили, что Ленэнерго не отвечает на письменные запросы 31 мая 2016 года Информационное агентство Игра Передало посредством Почты России Обращение, на которое Представители Пауэль и Ленэнерго До сих пор не ответили В связи с этим был сделан Видеосюжет Интервью с жителями Садоводства СНТ Малой Барки О том, что Прекращение электроснабжения И постоянное отключение электроснабжения Угрожают жизни и безопасности садоводов Мы отправили имейл в Пауэль и Ленэнерго Со ссылкой на это видео и с просьбой прокомментировать На что Ленэнерго без подтверждения каких-либо должностных полномочий То есть ответ их был не подписан Однако В ответе было указано Что СНТ Малой Барки Не имеет никаких отношений С Ленэнерго договорных Мы попросили Также через e-mail Ленэнерго представиться Какой сотрудник написал Ответ по электронной почте И указать по каким причинам Пауэль и Ленэнерго В частности Исполняющий обязанность руководителя Генерального директора Ленэнерго Берников Роман Николаевич Не отвечает на наш запрос С мая месяца Показываю копию запроса У него даже есть входящий номер LE-01-02-7625 от 31.05.2006 года В Ленэнерго Чек Почты России Ответа до сих пор нет То есть Проблемы граждан Которые влияют на жизнь И здоровье Монополисту Ленэнерго Безразличны И люди работающие Руководство работающего в Ленэнерго Даже не задумываются о последствиях И серьезности данного Инцидента Конфликта Мы дважды обращались Помощницы заместителя Руководителя Ленэнерго Дважды у нас брали контактный телефон Дважды нам обещали перезвонить И назначить встречу Но этого так и не произошло Поэтому сегодня мы пришли Своими ногами самостоятельно Для того, чтобы пройти Руководство Ленэнерго И задать лично вопросы Интересующие Жителей Ленинградской области Санкт-Петербурга В частности садоводов И нас как информационное агентство Информирующее Жителей Санкт-Петербурга О происходящем Мы надеемся Что мы сможем пройти Через охрану Ленэнерго И попасть на седьмой этаж Вроде бы там По слухам Заседая это руководством Но Объективно Мы понимаем Что охрана Ленэнерго Нас не пропустит Найдется Куча Оснований Для того, чтобы не пустить Журналистов К руководству Ленэнерго Скажут Пишите письма Обращайтесь в суд В полицию В прокуратуру Куда угодно Но Ленэнерго Представитель Ленэнерго Мы полагаем На 99% Никаких комментариев Никаких официальных комментариев Давать не будет В связи с этим Понимая перспективу Нашего Мероприятия Мы нашли Устав Публичного акционерного общества Энергетики и электрофекци Ленэнерго И что нас за И что зацепило Наш взгляд В первую очередь Значит Ленэнерго Было основано Здесь идет Очень много ссылок На указы президента Там от 92-го года Разные даты От 93-го года Даже есть Очень много ссылок То есть Обоснование создания Ленэнерго Похоже Железобетонное Здесь одни указы президента И дальше Основная Основная цель Ленэнерго Это извлечение прибыли С одной стороны Это понятно Организация Публичного акционерного общества Должна извлекать Прибыль какую-то Но с другой стороны На первом месте Такого Акционерного Крупного Публичного акционерного общества На наш взгляд Должна стоять Забота о гражданах Электрификация Жилищ Производств И Уже на втором месте Извлечение прибыли Потому что Ленэнерго Является монополистом То есть Фактически Что хочет То и творит на рынке Для Ленэнерго Не работают Какие-то Рыночные механизмы По Балансированию Между качеством Оказания услуг И ценой Что выражается В интересах Простых жителей Это качество И цена Это Интересы Самого Ленэнерго Ленэнерго Является монополистом Таким образом Сознаны Все условия Для того Чтобы Извлекать максимум Прибыли Навязывая Свои услуги Непонятно Каким образом Устанавливаются Тарифы И в то же время Жители Никак не могут Регулировать Работу Этого монополиста Потому что Этот монополист Им оказывает услугу По Предоставлению Электроэнергии Но жители Беспомощные Они обязаны Только платить И получать То, что им Дают Какие-то подачки Фактически Такое положение Ленэнерго Как монополиста Является На наш взгляд Нонсенсом Среди Цивилизованных Государств И правителей Которым Наши Великие Руководители Города И страны Себя Постоянно Причисляют Но на деле Оказывается Что Все не так Совсем не так Как во многих Цивилизованных Странах Потому что Жителям Общества Цивилизованного Общества Страны Фактически Отрезают Все механизмы Защиты И регулирования Интересов Своих И Интересов Чиновников И интересов Бизнеса Существует Открытое Письмо В части Прокурорского Надзора ТВ Занин Его написал Проблемы Соотношения Положения Статьи 5.59 Коап Российской Федерации И понятия Публично Значимых Функций Таким В данной Статье Поясняется Что По Российскому Законодательству У нас Существует 59-й Федеральный Закон От 2 мая 2016 2006 Года В котором Говорится Что граждане Имеют право Обращаться В органы Государственной Власти Муниципальные Органы И другие Организации Наделенные Публично Значимыми Функциями В то же время Нигде В законодательстве Не раскрывается Что значит Публично Значимые Функции Например Паулин Энерго Называется Публичное Акционерное Общество Слово Публичное И там И там Звучит Однако Нигде В законе О публичных Акционерных Обществах Не сказано Что Они открыты Для Населения Они предоставляют Услуги Социальные услуги Населению И должны Отчитываться Соответствующим Образом Как и Фактически Государственные Структуры По 59 Закону Здесь В статье Идет Много Рассуждений Как должно Быть И что Такое В частности Ссылается Что Прокуратура Раньше Привлекала К ответственности Такие Большие Организации Которые Отказывались Общаться С Обычными Жителями Но Кстати Того Что Какой-то Депутат Волгоградской Области Обратился С Жалобой В Конституционный Суд Российской Федерации Здесь К сожалению Не указано Какой именно Депутат Но В результате Этого Обращения Фактически Было Признано Что такие Большие Организации Напрямую Могут И не Отчитываться Перед Гражданами Не отвечать На Их Запросы Депутат Волгоградской Области Фактически Защищала Каких-то Чиновников И бизнес Структуры Приближенной К власти Таким образом Вот В этом Заключении Прокуратуры В этой Статье Прокуратуры Санкт-Петербурга Пишется Что Единые Критерии Определения Указанных Функций Ни Конституционным Судом Российской Федерации Ни законодателем Коап Не выработаны То есть Ссылка на Публичные Значимные Функции В 59 Закон Не есть Но Реально Никто не знает Как их Исполнять И на этом Играют И Ленэнерго И Нечистые Нарок В принципе Чиновники Которые Отправляют Местных Жителей Граждан Санкт-Петербурга Ленинградской Области Разбираться В суды При этом Не предоставляя Никаких Документов И не разъясняя Вообще Что происходит Мы задаемся вопросом А зачем такие чиновники Нужны вообще В частности Мы говорим О господине Ляхе Начальнику Управления По развитию Садоводчества И так далее При правительстве Санкт-Петербурга Мы не понимаем Зачем господин Лях Занимается Чем господин Лях Занимается На своей должности Наша главная цель Это Выяснить От какого-либо Должностного лица Ленэнерго В чем заключаются Причины Отсутствие Ответа На письменные Запросы С информационного Агентства Игра Ленэнерго От 31 мая 2016 года Номер входящей Письма Л.Э. Дробь 01-02 Дробь 7625 Адресованная Исполняющему Обязанности Генерального директора Публичного акционерного Общества Энергетики И электрификации Ленэнерго Бендрикову Роману Николаевичу Мы надеемся Получить Какой-либо Ответ От должностного лица Но в то же время Понимаем, что Скорее всего Этого не произойдет И будет вызвана Либо полиция Потому что Скорее всего Охрана воспримет Нас как Какую-то угрозу Либо просто Нам скажут Пишите письма Обращайтесь в суд Или прокуратуру И конфликт И проблема Не будет Никаким образом решена И даже Намека на ее решение Не будет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Михаил Николаевич Мы сейчас Ожидаем Когда освободится Начальник клиентского зала Руководитель Как на Ваш взгляд По каким причинам Ленэнерго Не отвечает На запросы Информационного агентства И не подключает Садоводов Официально По закону Если Исходить Из их Главной цели Просто Извлечение Прибыли На мой взгляд Они таким образом Вымогают Честно говоря Взятку Как-то К сожалению Принято У наших Заплатишь Взятку Все будет нормально Заплатишь Будет вот такая Куросили И ничего Двигаться не будет А второе Это связано С размером Если бы Большой Объект И была бы Серьезная Инвестиция Они конечно Старались Что-то делать А так Для них Мелкий вопрос Мелких граждан Можно проверить Но зачастую Как организация Относится К небольшим Финансовым делам Так она Относится И к крупным делам Это Проекция Напрямую Стадион Кирова Стадион Кирова Тому пример Тому пример Новая арена На Крестовском острове Она фактически Не построена В срок Все Государство Не смогло И там Больше В шесть раз Сейчас еще Будет увеличение Значительное Преволючение Смета Да Такой Западный Круп Но на мой Главная Цель Это Получение Денег А не Реализация Не защита Законных Прав Граждан Не обеспечение Мощностями Соответствиями Электроэнергией Не обеспечение Безопасности То есть Фактически Если мы хотим Жить хорошо И лучше То нужно Относиться Более Внимательно Даже К маленьким Проблемам Ну конечно За маленькими проблемами Стоят граждане Граждане России Здоровья Их жизни Их безопасность Если это игнорируется Что за государство такое Возникает Вопрос Которому Здоровье Жизнь И безопасность К граждан Сочнее Безразлична Меня дружинский Михаил Я являюсь Редактором Инфляционного Агентства Игра В мае В том году Было отправлено Письмо Верникова С кратким Готовим ответ Закон должен быть месяц Почему так долго Это первое Почему так долго Мы еще не успели Вам направить Нарушение Если это связано Журналистским расследованием То все недели Максимум На 7 дней Что Вы называете Журналистским расследованием У Вас У нас есть Нет Я поняла Хорошо Вы спрашиваете нас тоже По договору Цеппосъединения Информацию Хотя Грубо говоря Вы даже не являетесь Стороной По договору То есть У нас договор Между Отношениями Это Леонид и Малыми Борковыми Вы соответственно От лица Имени журналистов Даете нам запросы Я являюсь третьей стороной Потому что У жителей К сожалению Нет таких возможностей Ни информационно-книровидических Чтобы добиваться правами Они не знают Изменения своих прав Мы знаем Какие права Там нарушены И кондиционные права И права Не дай бог Конечно Но там с уголовным кодексом И по информации Там тоже связаны Уголовный кодекс Смотря какие последствия Давайте мы тогда По вашим гражданским правам Потом озвучим Вы сейчас нам Технический вопрос задаете Кулакрос Техпосоединение Борок К сетям Леонерго Мы вам Готовим ответ К технической части Мы Разложим ситуацию Значит там Есть ключевая речь Дать ответы Проблемы люди Столкнулись В 2011 году А писать стали С 2013 года Проблема В заключается в том Что фактически Они присоединены Не к сетям Леонерго То есть признание Где-то опосредо К сетям Они присоединены Через СНТ Ламо номер 2 Они присоединены Ну хорошо Ну грубо говоря У Леонерго Ну вот я сейчас Не помню У меня нет На руках ответа Когда я читала И смотрела документы У нас есть документы Грубо говоря Присоединение Ламо К сетям Леонерго Данный заявитель Присоединен Как бы опосредо Ну к шлейф Грубо говоря То есть Стороной Ну мощность Мы Мы Леонерго Мощность Передаем Ламо А Ламо Дальше уже Имеет Какие-то отношения Видимо Сборками Напрямую Сборками У нас Никаких отношений Нет А почему нет Если является Конкретным Значит нужно было Делать Перераспределение Мощности Переоформление Мощности В общем отказы В течение уже Проблема началась В 11-м году И приписка Идет с 13-го Три года Если этот человек Является владельцем Земли Закон Он платит За подставляем Электрометром Почему нельзя Напрямую Договор Почти Мир Так я так понимаю Что Борки Подавали заявку В Адусле Энерго Для того Чтобы подключиться Самостоятельно На что получали От нас Договор Тик Присоединения Потому что Ваш юридический отдел Не очень хорошо Представляет последствия Сначала сказали Да Технический отдел Все это легко решаем А потом сказали Нет Там прямого нет Почему еще Ну хотим Вы с кем еще общались Мы пока смотрели письма Потом мы пообщались С разными представителями Вот это садоводство Потому что там Сложная ситуация Как ломо Так и малый барков Как ломо Так и малый барков Хорошо И выяснили Некоторые интересные факты Например С момента возникновения Там сразу Было обеспечено Электроснабжение Значит Оборки должны были Подтвердить свою мощность Если она у них Были какие-то сети Документально Документов нет Документы между Леонерго и Ломо Если у оборок Была какая-то мощность Или у них какие-то Свои энергопринимающие устройства Они должны были Документально Это подтвердить Если вы оформите И так далее Один раз Может быть Значит был неполный Пакет документов Если не хватало Ну я сейчас Эту процедуру Надо восстанавливать Один раз Да Это можно И там цена Порядка 550 рублей Нет Обратились И ответ был Что Леонерго Подключит официально Электричество За миллион восемьсот А сначала было Что Нет Нет Это по закону Должны были По 550 рублей По закону 550 рублей Если сетевая организация До 500 метров Там до 500 Так нет Смотрите Если у нас Идет какая-то Воздушная линия Леонерго Дальше идет Сеть Вот Ломо Например Где-то они здесь Внутренних сетях Не важно Где-то в шлейфе Находятся Борки Вот расстояние От наших сетей Конкретно До земельного Участка Борок Оно Какое имеется Значит Прикоснабжающая организация Должна сама договариваться С владельцами тех сетей Которые идут По пути До Малых Борков Да Вот В ответах Малым Боркам Было сказано Что Договаривайтесь Сами Фактически Ну Это мы будем Смотреть документы Потому что Если это было Новое присоединение Или энерго Сетевая организация Рассмотрела Мы вправе Выбирать Схему присоединения То есть Если мы говорим О посредственном присоединении И мы выдарим Такие технические условия Это наша ответственность Договориться С владельцами сети Через которые мы Присоединяем борт Если мы готовим Схему присоединения Где мы даем Самостоятельную точку Без опосредованного Присоединения От Вы представляете Вы Прошите садоводства В 40 домиков Заплатить 1.800.000 За подключение Когда у них есть Высководная линия В 500 метрах И у них есть Электричество Фактически Это не их линия То есть Я говорю Схема присоединения Может быть Определена Таким-то 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 Вариантом Соответственно Если вот эта Сторонность Была рассчитана Из Тех мероприятий Что Лена Эргот Своей линии Самостоятельно Дает точку Присоединения Строит Какое-то Расстояние Там 10-6 кВт Устанавливает ТП Соответственно Эти мероприятия Рассчитаны На основание Официальных Распоряжений Комитет Тарифом И они Присматривают Ну Грубо говоря Возможно Вот эту Стоимость Которая была Была Малых Барков Направлено Ответное Письмо Что Собственник Этой Линии Ламон-2 Не против Пропустить Через эту Линию Мощности Для Малых Барков В ответ Лена Нерго Отправляет Еще одно Письмо О том Что Мощности Нет То есть Вначале Требовалось Миллион Восемьсот А потом Когда предоставлены Были Хотя Малые Барки Не должны Были Это предоставить О разных Схемах Присоединения У нас Есть Вариант У нас Разная Схема А там Жилые Люди Дети А вы сравниваете Стоимость У нас же Стоимость Распоряжения Исходя из Если мы говорим О других Мероприятиях Стоимость Будет Другая Соответственно Мы сравниваем Те вещи Если бы у нас Была бы другая Схема Присоединения Была бы Другая Стоимость Граждане Каким-либо Образом Могут Влиять На Схема Присоединения Чтобы Дешевле Получилось Как-то Ну Вы говорите Что После того Как мы Выдали договор На Ну Условно Это Миллион Восемьсот Да Дели Энерго Рассматривает ТП Не знаю Воздушную Линию В Орехово От Ореховской Парстанции Прилонировалось Делать Если Завитель Это не устроил Он Сформировал Какой-то ответ Написал Спросил Я Сейчас Дрите На документы Поднимать Но Энерго Даже Не рассмотрела Вариант Что Существует Линия Электроходеидач Восковольтная Практически До Границы Содорожки Причем Ленее Нешего Сто Надо Схемы Смотреть Надо Полностью Смотреть Возможность Мы И хотим Понять Линерго Подходит К этому Формально То есть Люди Переживут Немножко Или Все-таки Линерго Рассматривает Документы Заявка Линерго Разрабатывает Нероприятие Дает Договор Цик Присоединения Если Мы Говорим О процедуре Перераспределения Мощности Подтвердения Мощности Там Другой Порядок Соответственно Если Заявитель Подал заявку С целью Апосредственно Присоединиться Через сети Ламо Там Тоже Должен Быть Определенный Пакет Документов Надо Проверять Соответственно Тому Что Разрешили Будем Выдать Апосредственно Или нет Линерго Обращалась В адрес Снт2 Ламо С просьбой Пропустить Мощность Через Сети Я Детально Сейчас Я Скорю И Сходя Из этого Письма Развит Линерго Не хотела Заниматься Этой Проблемой Легче Было Не обращаться В посреднику Снт2 Ламо Написать Что Новую Линию Вам Будет Миллион Восемьсот Согласна Согласна Схема В любом Случа Разрабатывается На законодательном Уровне Таким В Законодательном Собрании Нет Законодательном Установлен Порядок Тех Присоединения Подача Заявки Да В Именно В нем И прописано Что Энергоснабжающая Организация Должна Сама Все договорные Отношения С посредниками Хорошо Есть там Такой пункт Я согласна Если Борке Предлагали Соединить Себя Посредственно Через сеть Ламо Должен быть Пакет Документов Если Соответственно Не рассмотрели Вопрос Это Один вопрос Если Не соответственно Не рассмотрели Какой-то Это Другой вопрос Соответственно Это Ваша Задача Была Борке Должны дать Все документы По своей границе У меня нету сейчас документов У меня сейчас нет документов Границ Своего участка Давайте Вы ответ написали Мы вам ответ подготовим Вы с ним ознакомитесь В ближайшее время Потащили Может быть Потому что уже Прочти все лето прошло Люди Страдают Мы были на прошлом На этих выходных Мы снимали интервью Свои жители Но пожилые люди Говорят Что у них пенициллин В холодильниках лежит И портится Будет другие лекарства есть Дети маленькие Это все понятно Мы на письмо Вам ответим А дальше Вы тогда Знакомитесь Соответствуют Ваши документы На последнее обращение Минэнерго Которое было отправлено Еще в 2015 году От малого поколка Минэнерго До сих пор Не дал ответ По проследствию Надо входящий поднимать Вы меня сейчас выдержнули Я вам сейчас Вообще Без записи Без всего Я просто вышла Девушкам сказали Что подошли люди Наши предположения О том Что Линэнерго Не станет с нами Разговаривать Вызовет полицию И охрана нас Не пропустит Руководство Не оправдались После прохода В клиентский зал К нам вышел Начальник Договорного отдела Ирина И очень вежливо И спокойно Поговорила С нами Выслушала проблему С удовольствием Малой Барки Сказала Что ответ Готовится Мы примерно Обозначили В каких сроках Будет ответ Когда можно будет Связаться С Линэнерго Тем самым Ирина Во многом Облегчила Работу И руководство Линэнерго Мы не стали Поднимать Шума Большого Мы не вызывали Полицию То что Неправомерные Действия Хотелось бы Чтобы в правительстве Санкт-Петербурга И в комитете По энергетике Действовали бы По аналогичной схеме То есть приходят Граждане С какой-то Неординарной проблемой К ним выходит Специалист Ответственное Должностное лицо И ведет Диалог Также Оставляет Свои контактные Телефоны И Другие координаты Для связи Другие координаты